Добро пожаловать на встречу экспертной группы Баку-нетворк. Сегодня наши гости – это участники 4-го Конгресса Азербайджанцев мира, который проходит Баку. Наша тема – первичные результаты Конгресса. Сегодня состоялось выступление президента Азербайджана, посвященное проблемам, стоящим перед Азербайджаном, его населением. В этом контексте я бы хотел спросить, как ваши впечатления о Конгрессе, о начале этого Конгресса? Впечатления очень позитивные. В первую очередь, сегодня на открытии господин президент Ильхам Алиев, он расставил акценты о том, как, скажем, Азербайджан видит деятельность азербайджанской диаспоры за рубежом, какие моменты волнуют Азербайджан. Много было сказано и о единстве диаспоры, чтобы она не погрязла в белких каких-то разборках и в дрязгах, а консолидировала себя, и если даже есть какая-то конкуренция между различными организациями, что эта конкуренция была более здоровой, нежели была какой-то болезненной, амбициозной, личностной и так далее. Как раз-таки вот наша американо-азербайджанская организация, сеть азербайджанцев США на уровне, так сказать, правлений, членов, как раз-таки в этом русле уже много лет и действует. Это организация, единственная организация в Америке, которая использует информационные технологии, самые последние. И независимо от того, в какой части мира находится, скажем, один из активистов или членов этой организации, может совершенно спокойно свой месседж доводить от президента до губернатора и известных, престижных издательств медийных, американских и так далее. То есть многие письма, статьи, которые были разосланы в нашей организации, были перепечатаны в очень известных, престижных изданиях. То есть речь идет о том, что в 21 веке использование технологии и умение вовремя подготовить грамотное, не болезненное, не эмоционально кричащее, не навязчивое, а именно сделать правильно, грамотные акценты и так далее. В этом плане мы здесь тоже хотим поделиться своим опытом с другими азербайджанскими организациями. Мы в какой-то мере являемся пионерами, так сказать, использования этих технологий. И мы надеемся, что на этом форуме мы научимся чему-то, чего мы, как говорится, не знаем от других азербайджанских организаций и сможем передать свой опыт другим. И в любом случае я считаю, что это мероприятие, оно очень важно, оно стратегически важно, особенно сейчас, когда происходят такие важные события вокруг Азербайджана, региона. И надо тоже отдать должное тому, что на Западе события апреля в этот раз были восприняты несколько по-другому, чем это было в прошлом. Вы не поверите, мы когда обсуждали это, я первым долгом сказал, вы чувствуете ситуацию, нынешней конфликтной ситуации, когда ни одна страна мира, обычно ведущие страны, не сделала никаких заявлений или сделала заявления очень нерезкие. Мы помним события, когда Армения оккупировала наши территории, 90-какие-то годы, и на фоне этого принимались в наших союзниках, в больших странах поправки, от которых мы просто, население, приходило в ужас. За что? Как раз сегодня господин президент сегодня как раз говорил о 907-й поправке, которая была принята в 92-м году, в то время, когда Азербайджан потерял, так сказать, весь Нагорный Карабах, и уже был оккупирован Лачин и прочее, и так далее, и так далее. То есть, несмотря на все это, совершенно, так сказать, перевернутый, так сказать, кривом зеркале, была принята антиазербайджанская, скажем, такая резолюция, и как раз сегодня об этом очень правильно сказал. Я вам просто напомню из своей, так сказать, практики, может быть, это будет тоже интересно, когда я, будучи дипломатом, встретился с американским конгрессменом, который встретился или пожелал встретиться, чтобы помочь Азербайджану. Но его все время терзала и беспокоила одна мысль. Он говорил, что я не смогу врать. Я говорю, а почему надо врать в Конгрессе, да, в смысле, как бы по этому вопросу. Он говорит, ну вы же, говорит, захватили их территории. Как я сейчас буду говорить, что вы правы? Я открыл карты, показал и сказал, что вот Нагорный Карабах в США признан, так сказать, на территории Азербайджана, и Лачин, и прочее, и так далее. Это был конгрессмен Лофлин из Техаса, который, так сказать, именно, так сказать, хотел, так сказать, и понять, и помочь. И он сказал, мы можем дринк заказать, я хочу отпраздновать, потому что мне казалось, что мне, как бы, придется говорить совершенно о другом. Вот так было. Но сейчас надо отдать должное, что та работа, которая была проведена и азербайджанской дипломатией, и нашей организацией, и другими, все же в США и других странах люди стали понимать то, что Армения, так сказать, агрессор, оккупант, есть резолюция. Армения играет различные, так сказать, игры дипломатические, чтобы затянуть, использует различные региональные страны в своих интересах, так сказать, полагается на их мощь и так далее, и так далее. И если раньше был период времени, когда между США и Россией были более-менее сносно нормальные взаимоотношения, Армения как-то могла, так сказать, здесь, как бы, пользоваться, так сказать, и там, и тут, и как-то, в общем, там получать. Сегодня, когда есть определенный, так сказать, скажем, разрыв, скажем, интересов и отношений между США и Россией, я думаю, что Армения, которая, как бы, поддержала оккупацию Крыма, в общем-то, это незамеченным не прошло, так сказать, в США и на Западе. Там шаги, которые предпринимает наш сосед, это все ложится в кейс, как говорится, внешне из дипломатии не только нашей, но и всех ведущих стран мира. Я, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что отслеживая ситуацию отсюда, вы находитесь за пределами, это чувствуется. Деятельность нашего президента, который, например, я просчитывал с января, сколько было зарубежных визитов, его и визитов Сержа Саркисяна. Там шла пропорция 4 к 1. И уровень встреч, тоже, если посчитать, там может быть 10 к 1, потому что сначала были визиты, ну, высочайшим уже на ядерный саммит, в Англию, в Германию, в Иран, в Турцию и другие страны. Я хочу отметить именно наши диаспоральные организации, в частности, вашу организацию. Я единственное могу подчеркнуть, что это чувствуется в Баку. Вот недавнешняя статья появилась в Вашингтон-Пост или Вашингтон-Тайпс, где сравнивает, значит, американский обозреватель. Вашингтон-Пост. Вашингтон-Пост. Нина Касперсон написала, она из Великобритании. Впервые они обозначили все как есть. И в конце сказали, что чувствуется, что лидер Азербайджана намного превосходит руководителя Армении. Это результат, конечно, реальной работы, в которой вы находитесь на передовое. И это приятно слышать от нее, потому что она проармянский аналитик. Я с ней знаком по Колумбийскому университету. После череды всяких статей, появления такой статьи. Но ей тоже предсуществовала в Нью-Йорк Таймс, по-моему, статья. Тоже она была позитивная, что Азербайджан наш союзник, находится на Кавказе. Несколько статей появилось. На фоне череды долговременной, не то что апатии, какой-то позиционной непонимания чаяния Азербайджана, мы чувствуем, что в Соединенных Штатах Америки есть понимание. И не только в Соединенных Штатах Америки. В апрельской войне два оглашатые руководства Ирана, Табриз, Шабустари и Альдебильский, представитель власти, верховной власти Ирана, тоже позитивное заявление. С Россией очень позитивно. Несмотря на то, что на экспортном обществе армянская диаспора вытащила всех, кого могла и кого не могла, но это все атмосфера не создавала. В любом случае, конечно, в Соединенных Штатах Америки, наши диаспорские организаторы в Штатах играют большую роль. Я бы хотел о планах ваших, какие мероприятия планируются, как там. Вообще было бы интересно, сколько там азербайджанцев. Я понимаю, подсчитывать очень сложно этическое происхождение. Но приблизительная активность, то, что, может быть, мы не видим. Насчет численности мы подсчитывали в свое время около 400 тысяч азербайджанцев. Но это в первую очередь включает в себя южных азербайджанцев. То есть из этих 400 тысяч где-то 350 тысяч – это именно выход из южного Азербайджана. При этом мы использовали очень правильную методологию, самые последние цифры. Вообще наша организация стала самая первая, не только азербайджанская, но и тюркская организация, которая официально была признана партнером Бюро по переписи населения США. То есть еще в 2008 году мы стали ее официальными партнерами и подготавливались к переписи населения 2010 года. Это имеется в виду, что в Соединенных Штатах Америки впредь, возможно, при переписи населения будут указывать азербайджанцев как графу национальности. Это уже указывают как этническую группу. Мы работаем над тем, чтобы добавили бы новую расовую категорию, тюркскую, чтобы было бы легче указывать разнородных людей. Потому что иначе проблема сейчас переписи населения, бланка переписи населения и потом отчетности, та же, как и во всем мире, а именно такая же проблема есть в России, например, и так далее. Спрашивают, из какой вы страны эмигрировали, либо же на каком языке вы говорите. Естественно, огромное количество азербайджанцев, эмигрировавших из Ирана, соответственно, становятся иранцами. Или же, дома говоря по-русски, они, естественно, засчитываются как русские. И поэтому таким образом очень сильно занижается количество азербайджанцев. И не только азербайджанцев. Это огромная проблема, над которой работают очень многие этнические группы в США. И разговоры об этом, переговоры с Бюро по переписи и с другими официальными ведомствами и министерствами идут очень давно. Но это очень долгий, тяжелый процесс, который занимает, на самом деле, целое десятилетие. Но это принципиальный вопрос. Это принципиальный вопрос, поэтому мы его не решим к 2020 году. Он, скорее всего, будет решен только к 2030 году. Насчет планов на будущее. Но мы продолжаем свою деятельность. Я могу сказать абсолютно без каких-либо ложной скромности и так далее, что у нас самая активная организация. Причем по КПД, по коэффициенту полезного действия, я скажу, что у нас самая активная и результативная организация среди всех азербайджанских организаций в мире. Вот теперь расскажу, чем это проявляется конкретно и как это будет продолжаться дальше. Вот, например, сегодня мы услышали от первого лица страны о том, что он считает основной проблемой Азербайджана за рубежом. И он выделил именно проблему того, что позиция Азербайджана фактически не освещается в медиа иностранной, что все преподносится с армянской стороны. Он об этом говорил очень много сегодня. То есть это явно то, что давно мучает, терзает его. И стало понятно, что результаты этой армянской политики, армянского лобби за последние сто лет, они действительно дают свои плоды, потому что ввели в заблуждение огромное количество людей. — Заполонили все. — Да, 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 абсолютно верно. То есть запутали, например, что такое Карабах, кому это принадлежит, где это находится. Очень часто даже азербайджанские медиа сами путаются, ссылаются на эти новости. То есть выделив это как проблему, что мы делаем, например, мы, значит, наша организация сети Азербайджан в США существует с 2007 года. С тех пор мы ежегодно, как минимум, публикуем 60 статей в американской прессе. И в это включается от основных журналов и газетах, о которых Джейхуммелем упоминал, до маленьких малотиражных газетах в разных регионах США. Это, как известно, очень большая страна, в ней очень много печатной продукции, радио, телевидения, журналов и так далее. В некоторые годы нам удается опубликовать 80 статей. При этом все эти статьи, это бесплатные статьи, это не на правах рекламы, это не проплаченные какие-то статьи, то есть как многие другие азербайджанские организации делают. Поэтому есть огромная разница между тем, что делаем мы и тем, что делают все другие. В этом отношении мы публикуем больше, чем все другие организации, в том числе государственные организации, вместе взятые по всему миру. Это первое. Второе, мы были также самой первой организацией, которые смогли провести разного рода как прокламации на уровне мэров и губернаторов штатов, которые признавали Карабах как часть Азербайджана, а также Нахчеван и другие регионы в зависимости от ситуации, как там нужно было. И потом впервые в 2010 году мы стали проводить первые резолюции на уровне штатов. И тогда начали делиться именно этим опытом. И вот такого рода Гурултай, на который мы приезжаем, это помогает в этом делении опыта. После этого другие диаспоры, а также государственные ведомства переняли этот опыт и начали принимать такого же рода резолюции в других странах мира. Причем брали за основу именно нашей резолюции, которую мы писали, просто переводились на другие языки, на испанский язык и так далее. И принимались именно в том виде. И мы этим очень сильно гордимся. Об этом, естественно, немногие знают, хотя мы об этом, конечно же, упоминаем, потому что, ну, будучи все волонтерами, мы тут, мы же это делаем не за какую-то зарплату или за деньги, мы это делаем чисто от патриотических побуждений, поэтому для нас самая большая хвала – это получение некоторой благодарности, скажем так, от наших сограждан, соотечественников, которые нам говорят, что вот спасибо, что вы такое вот сделали. И вот наш план заключается в том, чтобы продолжать это на том уровне, на катком это возможно делать как волонтерам. Мы надеемся, что, естественно, со временем диаспора крепнет, что станет больше людей, что будет больше образованных людей также, что будет больше активных людей, которые захотят себя проявить. К тому времени диаспора также, может быть, профессионализируется, и, может быть, у нас тогда появятся больше финансовые возможности, и тогда мы сможем реально конкурировать уже на стратегическом уровне с армянскими диаспорами. Потому что я просто вам для сравнения скажу, бюджет всей нашей организации, это ведущая организация в США, где-то 20 тысяч долларов в год, то есть смешные абсолютно деньги. Для сравнения, те армянские организации, две, с которыми нас сравнивают в американской же прессе, в том числе сами армяне сравнивают нас по результативности и так далее, их ежегодный бюджет в данный момент около 5 миллионов каждый. То есть мы ведем борьбу против двух организаций, у которых ежегодный бюджет 10 миллионов долларов. То есть это реально история Давида против Голиафа, и пока эта борьба идет, еще долго будет продолжаться. Видимо, нам иногда приходится учиться именно в армян. Они всегда ссылаются на Википедию. Я выяснил, что всю Википедию они заполонили своими, по всем параметрам, связанным с Азербайджаном, с Турцией, с Грузией, с Ираном, включая Тебрест, я не знаю, вплоть до Дзенчана, они всю Википедию заполонили своими информационными броширами, и постоянно на них ссылаются. Им говорят, что кто-то Страбун тоже сказал, там известная книга. Они ссылаются на Википедию, говорят, что Википедия для них это ресурс будущего, который готовят они сейчас. К сожалению, у нас процесс идет, он немножко, как всегда, мы недовольны, что идет медленно. Мы работаем с ресурсами. Но в любом случае многое зависит, конечно, от патриотизма. Я думаю, что патриотизм у наших азербайджанцев, он сильнее. Почему? Потому что в нем не заложено большой мифологии, он более интернациональный, но больше флексибилити, наш патриотизм. То есть мы, патриотизм не зажидится на какой-то национальной, отличительной или религиозной специфике. Мы более открытые, и в этом наш успех. Речь идет о том, что ты врешь или говоришь то, что есть. Ведь американцы говорят, ну можно меня обмануть один раз, два раза, три раза, на четвертый раз, я уже задумаюсь, так ли это, и поинтересуюсь, и так далее, и так далее. Вот этот месседж, который мы посылаем, и вы правильно заметили, что он не человеконенавистнический, он не какой-то болезненный, он не каком-то мифический, так сказать, а конкретно есть какие-то реальности, есть какая-то объективность, какая-то правда. И вот ее правильно, грамотно донести, это уже, как говорится, выигрышно. Потому что нам не надо стоять перед конгрессменами, политиками, сенаторами, журналистами и краснеть, потому что ты внутри знаешь, что ты врешь. Армянам в США часто приходится это делать. Любыми путями, так сказать, заполучить этого человека или заполнить его мозг всякого рода, так сказать, инсинуациями, фальсификациями и так далее, лишь бы очернить, так сказать, вот это все, так сказать, тюркское, азербайджанское, мусульманское и прочее там и так далее, и так далее. Но я должен сказать, что краткосрочно это работает, а вот долгосрочно, мне кажется, что это большое. Уже идут они на пробуксовку старые, так сказать, все эти флейты, так сказать, играют и поют все, так сказать, ту же самую, так сказать, эту песенку, ту же мелодию. И это уже начинает, так сказать, понимаем, что в первое время американцы этот регион вообще не знали. Вообще не знали. То есть не знали его ни концептуально, ни психологически и так далее. Был, так сказать, вот этот железный занавес, Россия, Совет Юнин и прочее так далее. Кто знал, по Курман Саиду знал, по Ленину знал. Все, максимум. Сейчас появляются студенты, которые изучают Каспийский регион, Центральную Азию, Кавказ. Сейчас есть различные американские, так сказать, институты и государственные учреждения, и разведка, и дипломатия, которые, так сказать, в общем, довольно профессионально, чтобы понять, что на самом деле происходит. Но есть еще один такой момент. Есть, как бы, суть и есть процедура. Часто, используя процедуру лоббирования и так далее, все же в Америке существующая вот эта процедура, она иногда дает им возможность выигрывать в каких-то моментах в Конгрессе или протащить какую-то, так сказать, скажем, резолюцию или прочее, как это было, скажем, 907-й и так далее, и так далее. Это такая история, которую можем мы анализировать. Ну, я думаю, что, говоря о наших планах на будущее, конечно, заполнять суть более правдивой и выверенной, и более профессиональной информации, как сказал Ады, и в то же самое время, наверное, научиться в этой процедуре тоже более грамотно играть. Но не привнося в нее, опять-таки, ложь и, как говорится, какой-то, скажем, негативный, там, как бы, такой пиар, как бы, лишь бы это проскочило. А сделать это, наверное, вот этот план нашей организации, чтобы уметь играть и на политическом поле, и доносить. В чем вообще лоббирование заключается? Часто слышится в последнее время и на политическом поле. Я об этом скажу, конкретно я не хочу останавливаться, но часто слышим именно от вас на политическом поле какие-то фрагменты. В этом контексте я хочу вспомнить про то, что Ходжалы, признание процесса Ходжалы, это очень важный процесс. Правда, он для азербайджанцев нетрадиционный, мы никогда не оперировали этим. Но с учетом того, что армянство набрало в этой части большой опыт, путем обмана она довела, например, то, что в Бундестаге приняли, там сказали, да, миллион человек было депортировано, изгнано. Я говорю, армяне апеллируют два с половиной миллиона. Хотя там они прыгали, радились, но в этом сама выявляется одна ложь. Предположим, это из всего, если проанализировать, немцы приняли, они приняли в свою вину участие в геноциде, хотя слово геноцид появилось в 1947 году. И было связано именно с Холокостом, который совершила Германия в отношении евреев. До этого Саркази был с визитом в Ереване, до этого, когда он был президентом Франции, он сказал 500 тысяч. Вот даже не вникая в суть процессов, которые произошли, почему произошли, вот эти цифры свидетельствуют. И я думаю, что если взглянуть, например, взглядом Азербайджана, для Азербайджана все это было бы, как это? Я сказал, там, такая-то цифра, значит, такая-то. Но на это все, конечно, закрываются глаза, и армяне принимают это как за нормально, потому что они, миф их очень такой большой, мифов много, поэтому они воспринимают нормально, потому что какой-то миф немножко уменьшили. Как вы думаете, вот то, что происходит на культурном фронте, азербайджанское существование в Соединенных Штатах, да, у нас в России долгие отношения были, в Иране у нас, в Турции исторически, я как-то с Кишехири был, там сказали, шесть бельда, бельда это административный, есть выходцев с Карабаха. Я сказал, шесть бельда, сколько сел? Он сказал, там, очень много. Я сказал, да, но они помнят, что они с Азербайджаном? Там Ахсахкалы помнят. Я сказал, ну, эту диаспору из них, там, я не знаю, как-то считать нельзя, но родственные, там, наши земляки, ну, там, внушать им. Но в Америке, я думаю, проще, там и диаспора формировалась больше по-другим историческим канонам. Вы можете про это сказать? Я маломатлан дружбезы. Вы можете про это сказать, что-то, 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 которые, знаете, государство, которую реально, сильно сәфили... То есть вот это, я говорю, что-то, 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 иди. Продолжение следует... 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 Я желаю вашему обществу, всем нашим соотечественникам, которые проживают в Соединенных Штатах Америки и в регионе. Когда мы говорим Америка, подразумеваем целых, огромный континент, включающий не только Соединенные Штаты. Большое спасибо за участие, вам успехов, передавайте наши все добрые пожелания. До свидания.